здорово амигос продолжается попытка настроить микрофон и продолжается резьба собственно вот я дошел снова на тот момент когда надо рашить бодро бодро рашить рашить о нет по мне сейчас место кончится к тормозному грыбному вагончику да сучка я просрал это а у этой дуру место если у этой дура места не так ну чё делать сейчас не время говорит мне блять эта игра то я решаю когда время персонажа переключать дрянь выбросить она выбросим пока выбросим печатные ленты надеюсь что я не сдохну после сохранения после прохождения этой миссии вот я на калькуляторе посмотрел какие цифры надо набирать чтобы все прошло нормалек сейчас зарешаю кстати я попытался найти мод который вырезает открытие дверей нихрена подумал не нашел нашел мод на качестве картинки то есть было вот так стало вот так по моему стало лучше надеюсь вам тоже так больше понравится хотя youtube и так темнит ох я его в член прям застрелил я прям видел блять походу у него там раковина спортивная в член сейчас нынче хрен кого застрелишь а мы его блять обманем короче чё дурак тут час их столько по вылезает что одним больше одним мишка там жопу разница кстати некоторые чуваки пишут что звук то в левое ухо то вправо сейчас и микрофон убрал в сторонку поэтому будет только влево и надеюсь понравится чувак не не то что я такой тролль просто микрофон у меня раньше стоял в нагнутом положении разговаривал в его крышку мне кажется не очень правильно возможно эхо было частично из-за нет угол блять перезарядил ёб твою мать смешать экипировать сейчас сейчас из берданки имеет смысл пострелять они сейчас скучно буду ставить она вроде дробью дробью вваливает в очередь пидор посмотрите теперь беда за сущий потроха ёпта мамку вашу дел и смай шутган и час так там теперь спецназа впереди насколько помню самое самое на жесткий чел из них из всех и его дробовиком хрен удивишь так как он в бронике видали как покойники стреляют добавим ему сука из ттшничка еще один пассажир поднялся на что же такое потому что главные герои слишком тупые чтобы начать стрелять им в головы убивать их окончательно они сюда вроде то что с управлением господи патронов нет ничего нет сейчас еще моим их мои любимые математические задачки на сообразительность смекалистость и ушлепанистая ну так вставляешь что ее ёпта на лево бич проклятый таки там делал это говно так на шестьдесят семь да с восемь два так надо еще теперь девять девять упс семь еще девять да как хорошо что таймер любезно остановился пока они по рации потрещат восемьдесят один теперь ёб твою мать а если еще раз подойду восемьдесят один так мы включаем эскейп сука твою мать открываем ёптвый калькулятор на смартфоне щас 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 блять это они еще и разные цифры делают но не твари а так вроде высчитал эту формулу надо раз два три четыре пять шесть семь восемь девять и девяточку хорошо хоть блять пауза в игре есть большое спасибо я смотрю мультики они не запаривались в hd перерисовывать да потому что пиксели просто сыпется я чё то вот сейчас вот там патроны под столом лежали к сожалению видимо не просто я чё то не врубаюсь вот смысл того что мы успели нажать на тормоза поезд по моему не на миллиметр не замедлился мы уебались как надо просто вот одно но если бы мой типа если бы не этого не сделали то погибли бы а чё изменилось крушение поезда мы не предотвратили стрелки перевелись в независимости от этой тормозной системы а как 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 он катапультировался что ух ты ебать хочу шутера до этого мало было что ли но еще по патронам у меня 7 у него 0 нажимы не брали канистры делись чувак а не они мне аптечку пихает место вместо патронов которую еще блять попробуй возьми там типа что-то сзади где-то взрывается с глухим шумом тут ничего секретного не положили так что это у нас колечко какой-то нож и лента печатная моя из вагона выпала да она четыре ленты четыре ленты ах ты сука твою мать что конвентарь то загажен надо было на сложность играть там ах уль там там аптечки не нужны там ваншотят так подожди-ка 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 тебе стрелять один хер не чем поэтому ты теперь будешь мастер ножа спину с критами помнишь да давай как дэшник и за мной мне хоть патроны есть вообще надо болт этой толпы сбежать наверно потому что я на них очень много патронов потратил что-то текстуры такие а без патча как бы она была у так лучше так как-то краски сочнее белесая хуйня пропадает беспонтовая канализационная жижа испускает сильное зловоние от которого на глаза наворачиваю слезы канализационная жижа дерьмо наверно старая добрая говнички опасно постараем вход воспрещен чё блять возможно нападение дерьмо демонов что чё там опасно . нализаться поднять себя по лестнице не давай тут торчать всю игру почему такие убогие текстуры приведут их подъемов открытия дверей почему тем темнота такая вот мы где понял димона ты гришься игра в поезде это был первый генеральный директор в поезде у которого башка твой спектр чисто структы и мембару встал вот об этом не он фамилию если что-то макк поиск 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 в центре технических еще один прийти я на киеве шутку жопу масона босса м и пускай скатертики кистис кинькин кинькин он алекс мерсер прототип Золотая чаша, золотая. Натуральный брюнет. Никто не сделает минет. Да ты прям повелитель говна, я смотрю. Смотрите, король говна. Ух ты, блядь. Нихуя он его засуммунил. Доктор Маркес был убеден за Умбреллой. Ты помогал им. Ты не знал, не знал. А что это такое? Чемодан. А ну-ка убери свой чемоданчик. Подожди, что это он? Я правильно понял, что это? Нихуя, да? Это нахуй нужен этот чемоданчик? Терьмо какое-то, блядь. А у этой дуры что? У нее тоже чемоданчик, в который вообще ничего не... Вообще ничего не влезает. Да, блядь. Чемоданчик. Напишите в комментах, что за чемоданчик нахера он нужен. У меня что-то вообще идей нет. Опять хилка стоит, блядь, внизу. Это особняк больше похож на полицейский участок из второй части по своей... По своему виду. Я не согласен, что в ней нет ничего примечательного. Че, блядь? Ломай ее нахер, там из нее патроны должны выпадать. Как в четвертых частях. Так. Нет, он не останется здесь еще. О! Я-я, патронен. Куда их, блядь, девать-то? Нахер. Я хиллюсь, пожалуй. Маркус-то перебьется, я думаю. Выход закрыт, понятно. Расслабься, солдат-бандиты не обидят. Давай, ты, блядь, быстрее. Ну, че ты так долго, типа, грузишь, что ли? Я помню, знаете, сколько на первом PlayStation'е Diablo в Diablo в первом уровне один грузился. Но кто играл, тот не даст соврать, что это было вот реально 5 минут реального времени. Не абстрактные какие-то 5 минут, типа, быстро, а вот реально 5 минут. Переходы между уровнями, столько же загрузка. Сохранение чуть быстрее. Просто жесть. Пиздец вас тут. Маркус хорош с ножом, только пассивен. Слушайте, какая-то шутерная часть, на самом деле. Очень много здесь зомбарей. Маркуса никто и пальцем даже тронуть не успел. А у него уже жизнь желтая. Как так-то? Так, а дверь залочена. Бич пожеванный, типа, что, он не встанет? Кран заржавел. Не льется ни капли воды. Так, а что если Маркусу все-таки дать немножко патронов? Блядь. Ну, бросим нахуй это говно. Только он сам-то сменить оружие, естественно, не догадается, потому что тупой. Да, и канистру не забудь. Че пропадать-то? Это какая-то странная комната, в которой не было просто ничего интересного. А я, кстати, понял, почему на сложности так яростно ее... Блядь, отражение сделали. На сложности, почему ее так убили? Потому что, ну... Большую часть игры-то ты с напарником ходишь в два ствола, приходишь зомбарей. Поэтому в два раза жестче и... Блядь, я хотел бумажку на стене почитать, но, видимо... Не в этот раз. Маркус. Я помню, скример такой был, что в открывающейся двери зомбак появился как-то раз. Я в детстве кирпичик такой отложил. Кирпичик, похожий на песчаный куличик. Маркус, блядь, бездарно стреляет. Он стреляет уже по упавшим. Промахивается. Че это такое? Еще одна статуэтка. И куда мне ее, блядь, в очко себе убрать? О, Маркус, смотри, что я нашел тебе. Еще канистра. Ты властелин-канистр теперь. Это че такое? Дробовик. Охотничье ружье. Но дробовик-то явно покруче будет. Особенно если в нем патроны есть. Дробовик, 7 патронов. Халява, приди. А, я статуэтку взял, все-таки было место, да, у меня? Блядь, у меня есть охуенная идея. Как почистить инвентарь на два слота. Мне почему-то не кажется, что в ближайшее время мне эта херня не понадобится. Ну, если что, будем знать, где ее искать. Че ты делаешь? А, Маркус, доставай дробашь. Они идут, они идут. Маркус! Ты не Маркус, ты Марио Тупенгаген, блядь. Блядь. Дерьмо случается. Внимание уже, а не опасность. Отлично. Буду хиляться, буду разгружать инвентарь, потому что... Потому что вот еще хилочки. О, она как раз может скрафтить. Не знаю, есть ли здесь разница между смесью красная-зеленая или двойная-зеленая. А еще в какой-то игре, я помню, еще и желтая трава была, а уж не во второй ли части. Блядь, я путаю. Путаю педали. А вы такие... Мы в таких хилочках на хуй увидели. А зачем напарника оставлять, интересно? Если его можно брать с собой. А, и тут закрыто? Блядь, вот это вот. Вы открыли дверь? Я раньше что-то даже не дергал красное. Ух ты, блядь. Меч рыцарь надежно блокирует дверь. Любила Амбрелла красивые и эффектные механизмы? Вот, ничего не скажешь. О, смотри-ка. Бумаженцы. Информация для кандидатов в сотрудники. Цель основания учебного центра. Этот центр построен с целью подготовки будущей опоры Амбрелла. Независимо от возраста, расы и национальности из нашего заведения, выпускаются только те... Независимо от возраста, расы и национальности, но про полу ничего не написано, поэтому здесь нет ни одной зомби-телки. Выпускаются только те, кто провел прекрасную сирийскую работу и повлиял лидерские навыки не только в Амбрелле, но и по всему миру. Когда-нибудь придет и ваш черед стать одним из наших лидеров. Политика учебного центра. Дисциплина, преданность, послушание. Эти три слова – закон нашего центра и ключевые принципы для всех сотрудников Амбреллы. Это наш гимн. Если вы сможете навсегда заковать эти слова в своем сердце и всецело посвятить себя исследованиям, вы добьетесь величайшей славы. Джеймс Маркус, директор центра подготовки сотрудников Амбреллы. Кстати, почему-то слова были зеленого цвета. Видимо, они имеют какую-то охеренную важность. Система безопасности заплакирована. Вставьте системный диск. Могу поссать в дисковод только, но боюсь, что... Боюсь, что это не то, что нужно сделать. Ага, двери, двери. И там машинка, блядь, печатная, и здесь машинка печатная. Ну что ж. Wonderful. А я смотрю, что охотничье ружье и дробовик стреляют одними патронами, да, на двоих. Так, а у кого из них лента? А у бабы, да? Ништячково. Лент, в принципе, у меня до хрена, можно и не жалеть. Это вот в первой части мне пришлось, там, когда я проходил, беспалевно читануть себе кучу лент. 99 сохранений. Ну, потому что я привык так, что видишь возможность сохраниться, сохраняешься. Ну, чисто на всякий случай. Я просто не смог побороть это в себе. Не знаю, пригодилось ли мне эти 99 лент. Потому что, ну, вообще-то, их там по игре достаточно было разбросано. Но на всякий случай я решил, что пусть будет. Так, опять мышка на экран вылезла. Ну, чё, ну, куда? Теперь, ага, по прямой дверь. Всё-таки, когда из поезда игра наконец-то вышла, она стала хоть немножко интереснее. Потому что, ну, бесконечно ходить по поезду, это, конечно, очень круто, но... Нахуй надо. На вылет не простреливает, что ли? Ага, работает всё ещё. Эта тема ещё гражданин, блядь. Столько курицы без головы не бегает, сколько, блин, прошёл этот чувачок. Так, мы где вообще оказались-то? Ага. Ну, пойдём, подёргаем ручку для порядка. Узором огня. Ну, начинается, блядь. Ручки с узорами. Типа это, если вдруг ты забудешь, да, ключ от чего болтается в твоём кармане. Они-то напоминалочку сделали. Узор огня. У-у-у. Нифига себе. Так, ну чё, у кого инвентарь? О, бабёнка. Там водительские права, как будто чьи-то микроплёнка. А, пиздец. Чё с ней делать с микроплёнкой? Вряд ли в компьютере есть место, куда кладут микроплёнки. Карта. Стрелять, колотить. Здоровенная. Особняк, ребята, особняк здоровенный. Особняк. Блядь, опять. Не, ну, прикольно, конечно, то, что персонажей стало двое. Например, инвентарь увеличился в два раза. Подожди-ка, чё-то... Чё-то тут картина подозрительная какая-то. Где? А если мы, нахуй, сожгём это говно? Нет? Ага. Смотрите-ка. Блядь, да нахер она нужна? Чё ты пиздишь, блядь? Ну? Багажная свеча. Ну, чё, надо свечку найти, что ли? Принести сюда. Я, блядь, чё-то вот вообще логики не понимаю. Ну, я понимаю, что надо поджечь, но, блядь... Зажигалка, видимо, у нашего чувака, блядь, не для этого нихуя. А это чё такое? Лебёдка какая-то, ёпт вам мить. Да, действительно, для долбоёба, который читать не умеет. Интереса тут маловато, согласен. Удивительные загадки в этой части. Даже видно, что надо поджечь. Всё равно, нахер, непонятно как, блядь. Наверное, заклинанием огня, судя по всему. Всё, можно валить отсюда обратно. Ничего больше нет. Зомбари, которых мы вальнули, ушли. Встали, видимо, и ушли. Да, ёбаный в рот. Давай, давай. Хорошо. Так, там мы были, там мы были. Причём-то комната синим цветом подсвечена. Ну, я вижу, ту комнату, где мы ещё не были, она как бы сзади. Осталось. Надо сходить её чекнуть. А дальше уже думать, куда, чего. О, чё это такое? Что там написано на основании? Когда добро и зло будут уравновешены, новый путь откроется перед тобой. Ёб твою мать. Как они там ходили по своему офису, там, передвигались? Когда добро и зло будут уравновешены. Чёрная статуэтка, может? Почему не нужно использовать сейчас? Ну, одна, наверное, чёрная, вторая где-то белая. Значит, просто я не понимаю, нахуй она нужна. Наверное, надо на эту поставить, чашу. О, наконец-то, припарковал. Я хорошо, блядь, знаю уже, что тут глюки с вот этой хуйней. Что с пола ничего не подобрать, ничего никуда не поставить. Там просто уже была во второй части, или где-то там загадка со статуэтками, которые надо было поставить. Да, ёб твою мать. Как бы нахрена придумывать новые задачки, если старые? Хороши. Эй, подожди, подожди. А это чё такое? А, наверху та комната. Одинокая. Ну, которая больше никуда, ну, тупиковая смысл. Такие надо чекать в первую очередь, потому что значит, что там что-то есть. А новый проход ты не найдёшь там, который, блядь, будет закрыт или замурован. Чё это такое? Чё это, нож опять, что ли? А, ручка для этой хуйни. Для лебёдки. Я б так и подумал, что, блядь, чё-то вороны крякают. Стреляй, панин дура. Лошадь, скачущая по полю. Портрет, блядь. Да и ва-батишь, батисты. Не стой на месте. Блядь, Хичкок, наверное, эту комнату придумал. Да пошли нахуй, твари, мне ещё книги читать этими зенками. Сообщение для персонала. Документ очень старый, многие буквы стёрлись. Регулярные совещания группы исследователей вакцины и отделения заражённых материалов будут проводиться внутри комплекса. Кроме того, поскольку данным совещанием присвоен пятый уровень секретности, как обычно используйте 1С, западное крыло, центр управления операциями, Юго-Сочек-Крыло-Конференц-Зал. Замок открывается ключ-кодом 8.15. На этом всё. Так, даже надо сфоткать 8.15. Или записать куда-нибудь. Как по старинке это было. Раньше постоянно, когда такие игры проходишь, у тебя раньше лежит листочек рядышком. Вот, 8.15 это вообще на время похоже, а не на код. Всё, съёбанс. Ну ничего, интересно, сильно мне птицы надамажили. Твари, блядь, пернаты. Отлично, отлично, ничего не надамажили. Нет, не влезает. Ну всё, можно теперь идти лифт, крутить свечку, искать, зажигать. Видимо. Геймплей пошёл, называется, ёптать. Ладно, я думаю, что на этом серии можно заканчивать. Нет смысла такую малодинамичную игру записывать большими кусками. Считаю, что полчаса это вот как раз... Как раз то время, за которое можно успеть пожрать, глядя... Глядя этот... Эту серию. Вот, так что... На этом всё. Что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите. Всё такое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.